Амурский и Уссурийский бульвары в Хабаровске ждет масштабная реконструкция. Об этом во время объезда по центральному району города заявил в Рио губернатора Михаил Дегтярев. Планируется построить новые коллекторы для подземных речек Чердымовка и Плюснинка. С подробностями Антон Петрович. Первый пункт объезда – Волочаевский городок. В этом году здесь по программе «Безопасные и качественные дороги» делают сразу три улицы. Рабочие уже сняли старый асфальт, готовятся устанавливать новые бордюры. Средства на реконструкцию выделены из федерального, краевого и муниципального бюджетов. Благодаря конкурсным процедурам часть денег удалось сэкономить. На них в Волочаевском городке установят уличное освещение. В рамках программы БКД за счет сэкономленных средств в настоящее время готовится техническая документация. И до конца года линия наружного освещения будет обустроена. Следующий пункт объезда – Амурский бульвар. Когда-то здесь протекала речка Чердымовка. Еще в середине прошлого века ее спрятали в подземный коллектор. Он давно износился и уже не справляется с потоками воды во время сильных дождей. В планах у администрации города подготовить проект реконструкции водостоков под Амурским и Уссурийским бульварами. На это деньги у мэрии есть, а вот на сами масштабные работы средств не хватит. Михаил Дегтярев обещал помочь. Это пока предварительное, но также с реконструкцией ливневки, ну коллектора, на Амурский бульвар порядка миллиарда восемьсот, на Уссурийский порядка миллиарда пятьсот. Также Михаил Дегтярев побывал в питомнике имени Шуранова. Три гектара фруктовых деревьев давно запущены. Вход для горожан в питомник закрыт, так как он считается охраняемой природной территорией. Я Минприроды поставил задачу дать мне предложение по изменению норм, которые бы позволили сюда пускать людей. Но перед этим нам придется подготовиться. Планируется выделить средства на обустройство пешеходных дорожек, установку систем освещения и видеонаблюдения. Рядом с питомником сохранился дом Петра Шуранова, где селекционер жил и работал. В нем хотят открыть музей.